А развивая турецкую тему, напомним, что на днях в Киев осуществил свой визит Раджа Пердаган, и в рамках украинско-турецкого бизнес-форума президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономические реформы в Украине создали все предпосылки для того, чтобы страну накрыла лавина из инвестиций. Конечно, какой-нибудь безответственный парохобот мог спросить бы, а когда нас накроет, как мы поймем, что это лавина инвестиций, а не медный таз? Но мы, как люди ответственные, по теме инвестиций решили обратиться к экономическому эксперту Виктору Скоршевскому. Добрый вечер, Виктор. Опять реформы, опять мы ждем инвесторов, мы их уже ждем. Скоро 30 лет. И давайте вот, а что хочет инвестор услышать, увидеть, или ему же ничего от нас не надо? Давайте вот начнем с абстрактного вопроса. Ну, смотря еще какой инвестор, ну, инвестор, который хочет, например, построить завод, выпускать продукцию и продавать ее, машиностроительную, например, он прежде всего хочет иметь инфраструктуру, причем желательно бесплатную, подготовленную площадку производственную, чтобы там были подключены электроэнергия, газ, водопровод, все, что необходимо для функционирования полноценного такого предприятия. Еще, конечно же, в инфраструктуру входят еще и подъездные пути, очень удобное должно быть для инвестора транспортное сообщение, чтобы можно было вывозить и продавать свою продукцию, то ли внутри Украины, то ли работать на экспорт. То есть, грубо говоря, либо ближе к Одессе, либо ближе к границе с Польшей? Да, но это если работать на экспорт, да, если на внутренний рынок, там надо будет смотреть логистику, это, во-первых, то без чего вообще в принципе инвестор не зайдет, второе, что смотрит инвестор, а какие условия предлагают соседние страны, это очень важно, потому что идет конкуренция за инвестиции, А соседние страны, например, предлагают отмену либо льготу по импортному НДС на высокотехнологическую продукцию. Они предлагают снижение налога на прибыль, а то и вообще, в принципе, освобождение от этого. Помогают еще, даже компенсируют в некоторых случаях за каждого нанятого сотрудника, за каждое новое рабочее место какую-то часть. Ну, то есть, очень много. Ну, какие-то преференции. Преференции, да, но все то, что я сейчас перечислил, все то, что нет у нас в Украине, кстати, и все это есть в Турции. Вот если уже говорить немножко о Турции. И поэтому неудивительно, что в Украине среднегодовые инвестиции и иностранные инвестиции составляют 2 миллиарда долларов, а если брать в реальный сектор, то около миллиарда долларов среднегодовые, а в Турции 15 миллиардов долларов в год. Ну, то есть, фактически, в 10-15 раз больше, потому что там больше сделано для инвесторов. То есть, фактически, вот если это был украинско-турецкий деловой форум, то турецкому инвестору проще вкладывать в Турцию? Ну, конечно, да. У себя инвестировать, где все готово, чем, в общем-то, накрывать Украину валами инвестиций, лавиной инвестиций. Ну, если да, вот по поводу лавины инвестиций, если посмотреть на официальные данные Держкомстата, то Турция или инвестиции из Турции, которые зашли в Украину за все годы независимости, по состоянию на 2019 год составляют порядка 350 миллионов долларов. Это, ну, 1% от всех инвестиций, и так мизерных, которые зашли в Украину. То есть, Турция в Украину не инвестирует. Хотя, на этом же форуме Эрдоган сказал, что турецкие инвестиции в Украину составляют 3 миллиарда долларов. Ну, возможно, потенциально, возможно, они посчитали, сколько еще до вкладут, доинвестируют, но по факту, что показывает Держкомстат, сумму фактически в 10 раз меньше. То есть, ну, в любом случае, инвестиций из Турции в Украину очень-очень мало, а те, которые поступают, это прежде всего агропромышленный комплекс. Вы знаете, что у нас, ну, после всех перипетий с ассоциацией, с подписанием этого ассоциации, зоны свободной торговли, ну, во всяком случае, хотя бы начали зачатки критического мышления проявляться у многих в отношении зон свободной торговли. И вот, зона свободной торговли Украины с Турцией, кому она выгодна? Здесь я отвечу сначала в целом. Да. Если есть одна страна с развитой экономикой, сильный торговый партнер, а другая страна слабый торговый партнер, так это всегда выгодно более сильному. Потому что, во-первых, у него есть что продавать, во-вторых, он может прокредитовать экспорт, сделать свою продукцию дешевле. Естественно, это выгодно прежде всего Турции. И, кстати, разговоры, ну, можно сказать, разговоры или инициативы о создании зоны свободной торговли между Турцией и Украиной уже идут с 2000-х годов. А в 2012 году, даже в 2012-м, президент Янукович дал задание, публично объявил и дал задание своему министру экономики Петру Порошенко, чтобы он до конца года, 2012-го, подписал и организовал это, подписание этого соглашения. То есть, история достаточно-таки долго длится. Ну, вот, наконец, сняли Петра Алексеевича, может, нету препятствий. Да, ну, тут подписывать в том виде, в котором есть сейчас, есть это соглашение, я думаю, что не стоит для Украины. Потому что, что хочет Украина? У Украины не так много товаров, которые может экспортировать. Ну, потому что мы сырьевая экономика. Кстати, мы сейчас в Турцию экспортируем сплошное сырье, ну, то есть, зерновые и черные металлы и семечку еще. А также еще пищевые отходы. Все, больше мы ничего, ну, то есть, еще там есть, что мы экспортируем, но это порядка 70%. И Украина хотела бы продавать готовые продукты пищевой промышленности. Ну, а Турция говорит, изначально она говорила, мы вообще не будем включать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в нашу зону свободной торговли. Потому что они защищают свой рынок. У них таможенная пошлина на аграрную продукцию в Турции, чтобы туда завести, там барьер 44%. А это не противоречит нормам ВТО? Или они просто с ВТО на других условиях, чем мы? Они смотрят и все изучают и делают все для того, чтобы было им лучше. Они действуют в защиту своего национального товаропроизводителя. Поэтому они не хотят Украину пускать по поводу аграрной продукции с высокой добавленной стоимостью. Пошли на уступки. Какие уступки? Говорят, вот у вас есть, ну, Украина, зона свободной торговли с ЕС. У вас есть пошлины, точнее, даже не пошлины, а квоты, там 36 квот. Есть? Есть. Ну, давайте мы сделаем так, аналогично, как с Евросоюзом, по этим квотам, разделим на 28. И столько вы сможете нам сюда поставлять. Почему на 28 разделить? Потому что 28 членов Евросоюза. Ну, то есть, ну, это я называю, как бы, даже издевательством, ну, в таком экономическом плане. Ну, посмотрите, мы за один месяц выбираем квоту по меду, по сокам, еще по целому. Даже за 10 дней, а там, если будет 1,28, то будем выбирать за пару часов, образно говоря. То есть, это вообще никак для Украины ничего не даст. А риски для Украины, это я сказал по поводу продажи, экспорта из Украины. А тут еще есть другой аспект, импорт из Турции. Если будет подписана зона свободной торговли в том виде, в котором есть, то одежда, импорт одежды из Турции, текстиля, он просто полностью накроет лавиной нашу экономику. Да, да, лавина не инвестиций, а лавина импорта. Плюс там очень развитое автомобилестроение. И экспорт также автомобилей, может быть, сюда, в Украину, резко увеличится. У нас и так уже почти нет автомобильной отрасли, только чуть-чуть собирают. А так можно вообще будет крест ставить. Виктор, ну вот смотрите, вот за последнее время, после ЕС, так сказать, мы подписали зону свободной торговли с Канадой, с Израилем, ну и вот сейчас про Турцию. Все эти страны, ну то, что более высокотехнологичную продукцию, это одно, все эти страны очень мощно поддерживают свой экспорт. Конечно. А в Украине? А мы, ну то есть, получается, что пока мы не будем поддерживать свой экспорт. Ну, мы будем потреблять их импорт, все очень просто. Тогда любая зона свободной торговли для нас невыгодна со странами, которые поддерживают свой экспорт. Конечно. Потому что для того, чтобы что-то продать, еще надо это произвести. А зачем производить, если ты не можешь это продать, если у тебя нет экспортной поддержки? Потому что в Турции, да и в других всех странах экспорт высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью, он кредитуется, страхуется, субсидируется. В Украине даже тоже, кстати, пошли по этому пути формально создали экспортно-кредитное агентство. Но оно же не работает. С 2017 года, которое не работает. И мало того, что оно не работает, а еще украинская власть берет на себя обязательства перед МВФ, чтобы оно и не заработало. В одном из меморандумов черным по белому написано, там где и подписали это президент, премьер, министр финансов и глава Национального банка, что украинская власть берет на себя обязательства не запускать экспортно-кредитное агентство в ближайшее время. Потому что это может нести какие-то риски. Вот и поэтому у нас и скатывается вся экономика в отсталую сырьевую аграрную структуру. Мы теперь на 70% продаем по экспорту зерновые и металл. Первый-второй период. Да, ну хоть второй еще остался металл. Но и то второй уже, кстати, он снижается. Если раньше было соотношение, что мы экспортировали в структуре экспорта металл был 40-45%, а сельское хозяйство 20-25%, то теперь поменялось все. Теперь уже экспорт металла 20-25%, а экспорт зерна, зерновых 40-45%. То есть мы скатываемся, как завещал нам бывший посол США Жефри Паэт, мы скатываемся в аграрную, но правда не сверхдержаву, а в аграрную отсталую по структуре своей экономики страну. К сожалению, это происходит. Поэтому, и это хорошо, что сейчас не подписано еще пока это соглашение, сейчас необходимо промышленникам, предпринимателям, бизнесу украинскому включиться в этот процесс. Это должна быть инициатива от них, но, естественно, диалог со стороны украинских властей, экономических властей, которые ответственны за этот переговорный процесс. Короче, в общем, инвесторов ждать не приходится. Нет, ну инвесторов не ждут, и для них создают условия, это во-первых. И применять те инструменты, которые действуют в других странах. Но, естественно, красной линией через все эти условия, инструментарии, должно проходить такое понятие, как верховенство права и защита прав собственности. Потому что без этого точно ни один инвестор в Украину не зайдет. Благодарю вас, Виктор.